здравствуйте друзья у нас сегодня день ответа на длинные вопросы вот первый длинный вопрос зачитывает светлана здравствуйте михаил недавно нашла ваш канал на ютюбе и послушав грамотные интересные ответы на вопросы зрителей решила обратиться к вам со своей дилеммы очень нужен свежий непредвзятый взгляд со стороны меня зовут ирина мне 29 лет муж ровесник и тоже гражданин российской федерации и пока нет более двух лет живем и работаем по рабочей визе в одной из стран северной европы страна не англоязычная по образованию экономист диплом одного из ведущих московских вуза с отличием по специальности инвестиционный аналитик опыт работы более 8 лет в сфере оценки стоимости бизнеса анализа проектов покупки продажи активов и компании проектного менеджмента также ведение переговоров английским владею свободно это основной рабочий язык знаю еще три европейских языка но на более низком уровне может ситуация похожая только из языков один английский проблема в следующем от работы в россии мне было физически плохо не нравился подход бизнесу основаны на доминирование госсектора и балансирование даже не на грани а за грани закона среда убивающая всякую инициативу тем что тебя по сути используют по 14-16 часов в сутки при этом в очереди на продвижение или повышение зарплаты впереди сотни людей детей внуков и племянников уважаемых людей не соответствующих минимальным профессиональным требованиям постоянное хамство как норма жизни включая обстановку работе перечислять можно долго пару лет назад как раз начале очередного обострения отношений россии со всем миром удалось уехать европейскую штаб-квартиру российской компании которые я работала в Москве сама обстановка типично российская начальники русские потерявшие остатки адекватности на фоне резкого роста своих доходов и потерявшие потерявшие остатки адекватности на фоне резкого роста своих доходов вместе с падением курса рубля поэтому окружающая реальность по мне европейская а в офисе россия в миниатюре пока не получается по опыту собеседований проблем три порядке убывания значимости первое опыт работы переимущественно в российских компаниях воспринимается особенно в текущей геополитической ситуации крайне негативно и что важнее не на местном рынке мои проекты не это связано с россией и снг но не имеет отношения к зданию проживания в силу географии деятельности компании второе самое высокое знание местного редкого европейского языка моей профессии почти всегда нужен уровень fluent как в английском за два года получилось довести язык только до уверенного уровня интермедиент третье исключительно российское образование конечно я буду продолжать поиск и работать над языком но страна маленькая рынок узкий и рабочие визы действительно только в ней не распространяется на весь ЕС а в компании тут постоянные реорганизации и оптимизации поэтому перевод по работе обратно в Москву в перспективе года полутора весьма вероятен соответственно при таком раскладе будет потерян вид на жительство рассматривая несколько вариантов дальнейших действий первое сидеть и ждать а вдруг случится чудо и все будет хорошо совсем не хочется вариант авось да не хочется но из основных можно попробовать иммигрировать в канаду или австралию по программам для квалифицированных специалистов сша и великобритании не рассматриваем из-за невозможности получения рабочей визы по финансовой специальности муж поддерживает этот вариант уже начали подготовку необходимых документов для оценки профессионального опыта финансовые возможности для переезда есть благодаря сбережения второе можно получить дополнительное финансовое образование в европе мбей мастера в бизнес администрейшн или мастер так как российский диплом специалиста приравнивается к околам но не уверена что это может сильно повысить шансы на трудоустройство да и действующим видом на жительство можно только работать и никак не учиться придется менять визовый статус удобного на неудобные с малопонятными перспективами к тому же придется и расходовать значительную часть бережения третье в теории можно переучиться на пограничные специально связанные с айти например бизнес аналитику статистический анализ данных прикладную эконометрику учитывая что математику и сопутствующие дисциплины я всегда любила и хорошо понимал этот путь и возможен конкуренция со стороны аборигена в моей тихущей сфере деятельности гораздо выше в любой околосаксонской континентальной европейской стране так как инвестиционный анализ считается престижной специальностью и на рынке очень много людей с местным опытом работы и более понятным образованием а в смежных дисциплинах придется бороться за свое место в отцовском в основном другими выходцами из развивающихся стран что честно говоря проще я понимаю что путь переквалификации затратил по деньгам и времени да и вероятность успеха в новой профессии 50 на 50 но не исключаю его для себя если не сработает вариант ограбить чтобы вы могли посоветовать такой ситуации если какие-то логические ошибки во всех моих рассуждениях стоит ли поменять приоритизацию вариантов что еще можно сказать чтобы не оказаться у разбитого корыта мосты прошу прощения за длинное описание ситуации заранее благодарю за ответ да я предупреждал что у нас сегодня день ответа на длинные письма значит первое что я хочу сказать что проблема понятная то есть она как бы вроде бы живет в какой-то западной стране но условно назовем ее данией например вот живет в небольшой стране но как бы там все-таки как бы компания российская и то есть у нее особо нет преимущества от того что она живет в дании то есть она географически там она может на интервью подойти она пусть не не идеально но все-таки владеет языком и так далее вот но с точки зрения опыта работы у нее как бы нет опыта работы тамошнего да поэтому ей всегда как бы сложно но мое понимание такое значит она должна искать работу и насчет переучивания на смежную то есть она ищет работу в своей профессии что сама себе замечательно но первое я бы не ограничивал поиски исключительно дании ну если это делать это условно не исключительно этой страны есть другие тоже поэтому может быть надо расширить у нее нет у нее и здесь виды на жительство нет у нее есть только разрешение на работу для рабочие визы но значит надо искать другую страну где тоже будет рабочие виза чё такого значит нормально теперь расширить географию раз и расширить круг профессий но вот там речь шла о том чтобы там бизнес аналистам там или еще кем-то все таки если она в своем деле уже там 8 9 лет 10 лет работы это одно если она освоит какую-то смежную профессию но опыта у нее нет она конечно будет может реагировать конкурировать с выходцами там из стран третьего мира и так далее что проще но у нее же опыта нет понимаете они своих странах третьего мира может быть успели поработать на международных компаний серьезных и так далее а у нее как бы не опыта работы нет и ну как вот поэтому она неплохо учиться да то есть а я как бы не хочу сказать что это неважно пусть пусть учится конечно вот но я бы уже сейчас расширил и конечно бывает что хотят человека прямо вот вот точно с таким опытом но бывают могут посмотреть пошире сказать но не с таким но похожим с близким в конце концов поспоится в конце концов как там сообразится и так далее бумаги на эмиграцию это другое бумага на эмиграцию не дает им рабочую визу отдает им сразу статус эмигратор и они не тогда один из вариантов они как бы никак они никак не ущемят свой процесс поиска иммиграционных решений в канаде или там австралии тем что они переедут по рабочей визе в великобританию например или там во францию да то есть как бы ущемление же не произойдет поэтому что тут сказать я как человек который тестированием занимается цвет вот что ты думаешь может не надо тестеры да но в общем то тоже бы тоже интересный вариант я не знаю я бы подумал на эту тему тоже если мне противно этим заниматься или как бы они специалисты это они специалисты но они со своей специальности могут оказаться обратно в российской федерации понимаешь поэтому я не рассматривают там поменять профессию на что-то еще на смежную но ну неважно я не знаю я считаю что можно быть смешно там тестировать какие-то финансовые аппликации тот софтвер который они используют в работе его тоже кто-то написал и кто-то его от тестировал понимаешь поэтому может может быть такой вариант тоже но не суть я бы на их месте при том что конечно иммиграционно эта профессия может быть не дает там чего-то в сша хотя я я как-то даже не уверен в этом на самом деле но рабочую девизу можно получить кроме того по финансам по анализу рынков там надо чтобы кто-то захотел больше того если кто-то захочет сделать им грин карту в этой профессии он может это сделать то есть это не то чтобы профессия закрытая для каких-то вот иммиграционных процессов то есть может быть сша просто нет такой программы где ты должен приехать и не имея еще никакой работы да ты уже можешь вот просто приехать потому что ты вот этой специальности относишься но в том плане в каком сша может быть работодатель который сделает тебе ту же рабочую визу и там начнет делать грин карту ну как найти все таки они уже живут в европе все-таки они занимаются какими-то инвестиционными проектами и они в этой области много лет соответственно они знают как в своей области искать работу это мы с тобой не знаем мы никогда не искали работу по финансовому анализу но они это знают вот поэтому я думаю это тоже вариант не такой плохой а чего сейчас сезон начинается буквально вот еще там ну что несколько пару месяцев и уже можно очень-очень успешно заниматься поиском работы в соединенных штатах тоже я не знаю я не знаю требование рынка я не знаю все это и специфики я только думаю что в европе это все более как сказать консервативно с одной стороны с другой стороны английский да не знаю у них же нет проблемы учить финский шведский или там португальский понимаешь они же английский тоже оба знают поэтому я бы я может быть так поступил но есть другой вариант может быть которого мы не видели в этом письме но это может быть вариант российской же компании может быть то же самое где они сейчас есть я не знаю может быть любой другой у которой есть отделение в соединенных штатах и они могли бы туда по визе или один в любую секунду скакануть и оба при этом имели бы право на работу и и могли бы с первого дня им делать грин карту но это как договориться да то есть как они с компанией договорятся но можно и так тоже то есть поменять эту компанию что у них есть российскую на другую российскую которая первое имеет отделение в сша и второе готова делать им грин карты переведя их в свой офис сша это не только сша это может быть компаниями еще отделение в австралии и великобритании какой-то еще другой стране где можно идти этим процессом я просто не знаю иммиграционного процесса других стран не сталкивался никогда в канаде тоже и так далее я бы я буду так рассудил что скажешь святое гаджет не ее тема головой качает да да ну ну еще раз я я же тоже специально тонко не могу сказать но я могу из общих соображений только так об общечеловеческих так так вот из общечеловеческих я рассказал чтобы я так посоветовал но еще раз мой совет достаточно общий в конкретных условиях может не очень сработать так что вот ну за ну хоть красоту показал да вот мы едем по красивой дороге значит что сама по себе хорошо счастлива и чтобы ребят все хорошо сложилось